тоже ребят всем привет с вами вархаммер четвертый сезон пк этой лиги начинается у нас нидерландов страстная которая больше всего ненавижу теперь и в принципе где мне никто не получит нормально практик квалификацию потому что вы в данный момент смотрите последнюю мою попытку лучшее время у меня за это время был только минуту 0 9 и 5 по сути и что же 17 стартовая позиция наверно ниже я еще никогда не был причем с новой лиги где как было равно уровня соперники в топе одно вот как то нидерланды у меня там не взлюбились плюс вот во второй секторе особенно я не люблю тех кто сбил эту 50 метров табличку от которого по сути тормозить и приходит тормозить что наугад да то можешь угадать и надо нет но по итогу я везу какой то просто хрень по отношению к своему самому первому кругу когда трасса была не накатанная и по итогу я понимаю что если я улучшу то улучшу просто ну на копейки которым не все ничего не дадут и надо было готовиться уже банально гонки перед гонкой на самом деле я ну сказал менеджер что я буду ехать конечно на меде но он мне сказал то что почему бы статовать тогда на харде и вот этот мув скорее всего даст тот эффект который и получил на старте ну начнем прогревочного круга на котором я выясняю то что у меня еще шадрин стартует на харде по поводу того что почему я 14 стартует у нас три человека зашли в лобби уже когда шла квалификация и в этой замечательной игре когда кто-то точнее уже когда идет квалификация и кто-то заходит он со втрунчик стартует последнего места на прогревочном круге ребята решили уже посоревноваться по итогу часть народа как я получаю дисквал и соответственно я теперь стою на холодных картах и буду стартовать на них же после квалификации думал то что ситуация хуже быть не может но по итогу оказывается может ну и вот мои комментарии по поводу этого 5 люди вы блять хуи на блюде вы блять чё не можете разъехаться на прогревочном карл прогревочный круг блять кто вас заставляет сука топить тапку в пол блять блять слов нету штука аккуратно стартанули держите блять расстояние в корпус желательно все блять блять мы будем блять там самыми умными самыми быстрыми блять стартовать блять 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 достаточно хреновенько но я отыграю качестве 100 вильямс он много проигрывает позиции пытаясь поможем радиусу пройти не получается но самое главное прошел выжил в первом повороте дальше нас приходит небольшой замес среди пилотов уже в третьем повороте там разворачиваться я уже ухожу на десятую позицию после старта с 14 в принципе неплохо заключение того то что шат также выходит на девятую позицию мой противник на хардах и если я не ошибаюсь в этот момент мы были первым и вторым кто ехали на альтернативной стратегии среди пилот второй десятки по крайней мере уж точно приди скорее всего только у нас были софтовики ну и что же виска у нас потихоньку заканчивается ну резина конечно же не прогрета поэтому мы будем с шедрином активно огребать против позади идущих пилот в особенности те кто идут на софтах к этому надо было готовится шедрин много прибавляет скорости потому что у нас уже дельта очень хорошая в плане того то что она у нас большим идет запасом мы начинаем разгоняться уже в конце второго сектора и теперь самое главное было обойти шедрина и выйти тем самым на девятую позицию ну и постараться удержаться за софтовиками и уже пытаться может быть кого-то из них опережать когда у вас софты уйдут в один момент все таки софты на нидерландах не особо долго живут за счет того что у нас есть весь этакая улитка стоящие из первого сектора конца первых сектор и середина второго сектора просто вот один сплошной правый поворот и за счет этого левая резина спереди в особенности все просто прорубь после прохождения всей дистанции спортов гореть банально но посмотрим кто из застанцевиков спереди сможет справиться с повышенной температуры на левом переднем колесе а кто нет в данный момент я продолжаю преследовать ширина позади своркин на софтах начинает уже очень так бодро отыгрывать время потому что у него на софте мы с шедрином на хардах которые только-только начинают нормально так сказать работать но все-таки до софтов и медиумов им еще далеко вот банально своркин две десятки отыграл за правый поворот один потом он еще ближе ко мне подъезжает я вот кстати даже не замечал ну и тут он просто банально дайвит но на самом деле еще и так очень плохо зашел поворот по итогу осталось много места и без проблем с уроком проходит я тут на самом деле считает чем то с ним фаси цель только что думают о чем это делал хотя вот на самом деле это мне не стоило делать тратить батарейку которая в нидерландах очень важно и умение работать батарейкой на этой трассе просто выиграет вам очень много позиции времени в принципе потому что батарейка здесь на круге ну она никак в принципе не регенерируется нормально то есть если вы будете очень многое тратить то вы просто останетесь с нулевым зарядом и будете всю гонку ехать с ним пока в том что боксы не заедете на регенте это процентов 20 30 ну и кстати да тем временем у нас с уроком проходит шадрина не все-таки бороться бок о бок то на выходе все таки софты и софты мы теряем позицию шадрина но в принципе окей это софт и поэтому особо переживать не за чем пилот рано или поздно пьет в боксы плюс у него рано или поздно что сдавать эти софты а харды на самом деле в и делал он очень хороши тем то что начинает очень хорошо работать уже после 5 на 6 круга если вы стартовали и соответственно он очень плохо так сказать изнашивается очень хорошо и в принципе не перегревается самое главное как и другие типы резины конце 4 круга начале 5 я уже обхожу шадрина на старт финишный прямой за счет дресса которого не было уж и дрянам он продолжаем бороться еще и бок о бок после первого поворота и уже в третьем я выхожу вперед и самая главная задача я сделал я вышел вперед по отношению к нему ну и что же теперь начинаем ехать дальше лидеры конечно же уже оторвались к этому моменту что печально потому что глядя будет очень и очень сложно даже если считать то что еду на альтернативной стратегии все-таки не исключено то что может кто-то пойти на стратегию софт медиум потому что у нас выходит с к так как разложился у нас грин в середине тро сектора ну и не буду томить тем как у нас шло лыска но во всем кругу у нас дается рестарт но позади у нас приходит достаточно интересный момент то что шадрин вылетает из-за игры потому что вы отключили свет его в этот момент обходит илья кочев из-за этого бот который управлял болидом шадрина замедляет позади идущий группа так как бот думает то что окей перед ним едет кто должен быть на этой позиции и начинает очень сильно замедляться по итогу это выигрывает мне просто большое количество времени до позади идущих две секунды уже до ильи все-таки у него сейчас свежий воздух и у нас спокойно меня догонять мне же приходится немного тут страдать на хрдах потому что грязный воздух плюс хрд и это на самом деле очень и очень печально ребята на софтах пытаются конечно же отъехать наверное один круг у них будет преимущественно до мной но дальше уже софты будут наоборот уже проигрывать хардам потому что все-таки это софты и уже их годность подходит постепенно постепенно к концу все-таки на софтах тут можно и конечно до пятнадцатого круга чтобы прийти на медиумы но вот вопрос о том какой у вас будет износ на медиумах и сможете вы доехать до конца потому что эта стратегия на самом деле не для всех по крайней мере для меня уж точно не подойдет то что уже пытался в на одном этапе в нидерландах это провернуть ну и как то оно не вышло поэтому для меня хард медиум здесь будет уже более менее привлекательным да можно было бы в конце пойти на софты вместо медиумов но тот момент я думал то что все-таки медиум будет лучше в том плане то что он не будет так сильно перегреваться как софты в общем первый круг у нас проходит после ска потихоньку илья ко мне подъезжал но уже через круг уже он перестал активно ко мне подъезжать и наоборот застрял там и начинал уже даже потихоньку отваливаться заедерс отвалился до вперед идущей группы он решает заехать на пидстоп к сожалению ответов не был еще включен дрс только сейчас у нас на диску разрешают по итогу я старшийся прямо проезжая без дресса конечно обидно но окей с этим можно жить перенаду продать предыдущую группу который едет на уже убитых софтах и который уже просто начнет активно терять банально уже за круг 40 теряет две десятки подключения ко мне и при этом он все шел с трими местами на прямых конечно да ведь поворотка конечно играл свою роль но все-таки карты сейчас начинают идти быстрее чем софты и в плюс я уже начинаю даже улучшать время по отношению к своему лучшему то есть харды при этом еще и меньше уходят что очень хорошо для меня было в начале 5 суток обхожу своркина за счет слепстрима и дресса в этот момент также еще и твайлд уже пошел на пидстоп и соответственно я уже ухожу на первую позицию ну и теперь мне надо было поехать 7 кругов и за этим кругом желательно как-то оторваться от позади идущей группы лидеров которые уже перешли на харды кто на меды как твайлд и соответственно постараться хранить эту дистанцию и перейти на медиумы и догнать и возможно побороться даже за первую позицию своркин также потом заехал боксы на двадцатом кругу отрыв дот вайлд у меня как был 9 секунд после его писопа так и остается что меня очень сильно радует потому что это показывает то что на хардах я пока очень хороший темп уже на убитых даже хардах заезжая в конце двадцатого круга на самом деле вот так я думал то что надо было предъявлять на круг пораньше чтобы все таки на хардах не так уж сильно терять потому что уже были очень изношены и круг я уже поехал за милицию в четыре часа до этого обычно ехал минуту 12 минут 13 вот где то так в этом пределе выезжаю я после бокса на пятой позиции что очень хорошо передо мной едет пилот на старых хардах на альфе и плюс 5 секунд штрафа но 5 секунд штрафа это означает то что он делал контакт где-то подыска был у него и скорее всего эти пять секунд снимут поэтому надо как можно было скорее его догнать и обогнать ну потратить один круг минимум не надо то чтобы прогреть медиумы батарейки у меня было очень мало и надо было понимать то что используйте на только в крайних ситуациях чтобы уж конкретно прям обогнать пилота потому что опять же батарейку я уже не наэкономлю больше в середине гонки кто-то опять сбил табличку о 50 метрах но благо вот более менее уже превращался к этому повороту к торможению и поэтому плюс минус уже не пролетал точку торможения ну и что же потихоньку догоняя предыдущую альфу уже две десятки я спросил от него старта круга но все-таки надо было как-то быстрее к нему подъезжать шесть десятку уже на выходе с третьего сектора к сожалению проиграл ну и что же выход на старт финишной прямой у меня будет др с и как видим и тимур начинает очень быстро так сказать отваливаться очень плохо прошел предпоследний поворот из-за чего я сразу же решаю атаковать потратив большую часть ерс а чтобы не съехать уже следующий круг и за что круг за ним и ждать опять же старт финишной прямой выхожу вперед соответственно начинаю тут же от него отъезжать и уже к концу двадцатого круга я начинаю догонять группу лидеров состоящих из трех болидов но к сожалению заряда батарейки у меня мало и надо понимать то что если даже их догоню шанс что я смогу с кем-то из них побороться достаточно невелико дал мне есть преимущество в резине но на поворотах на этой трассе очень сложно кого-то обогнать потому что она очень узкая да у меня есть преимущество в прохождении поворота по скорости но тут же будет еще и грязный воздух играть роль ну короче шансов обойти кого-то у меня не шибко много в конце двадцатого круга я смог уже точнее начали за сумку гости в эти зон дресс передо мной карасик и файга если бороться за вторую позицию что мне очень на руку потому что они тем самым терять время и я за счет этого очень быстро к ним подъезжаю особенно кого фаргаю и уже в конце двадцать девятого круга я шел буквально за ним и вижу то что это батарейки но у меня тоже и не особо много был тут я немного шибся на торможении но за счет такого широкого прохождения было преимущество в скорости на выходе я буквально уже сидел на хвосте у фарга и надо было как можно быстрее обойти чтобы иметь возможность хотя бы побороться еще за вторую или вообще первую позицию ведь все таки твайлайт шел на медах а я знаю то что на медах тут ну достаточно некомфортно становится когда они очень сильно изнашиваются но тут все таки все зависит от пилота как он вводит может быть твайлайт очень с его ввел все время болит чтобы не тратить лишний раз резину и тем самым экономить там 45 процентов может даже больше ну и как я потом выяснил под конец гонки у него вообще был там только 70 процентов за 20 кругов дистанции в принципе неплохой такой износ у него был ладно вернемся много в гонку тем временем у нас фаргай потихоньку отстает от карасика и мне было бы очень хорошо бы если бы фаер все таки отстал больше чем на секунду чтобы он точно не получил дресс на старт нестоиме что не было много проще пить фаера чтобы не использовать предъявлений рассо на борту сэкономить но все таки этого не случается но я очень хорошо выхожусь предпоследний поворота и решая использовать прям полностью весь оставшись вера чтобы обойти фаргай на старте что прямой и у меня это почти без проблем получается уже в конце первого поворота я выхожу на третью позицию что очень хорошо но из с меня нету но и при этом я понимаю то что фаргата кладка уже точно сможет потому что поворот кому-то очень сложно за мной удержаться уже на изношенном харде к началу 33 круга я догоняю пару лидеров ну и теперь был главный вопрос сколько у каждого из них стоит ереса и если забегать много вперед то по ходу 34 круга 35 круга я ни разу не видел чтобы у них у кого там хоть как-то моргал сзади индикатор о том что идет то что у них меньше 10 процентов и это означало только одно то что ребята будут бороться скорее всего только на последнем кругу либо же карасик просто попытает удержаться от файла там чтобы остаться в той позиции но я тем временем предпринял решение пока что подождать с атаками с еще ошибаюсь об очень близок карасику вот и решат уж надо зарядить себе батареи по максимуму к последнему кругу потому что он не рассчитывал просто на первую позицию все таки резина уже была хоть как то подозначена у меня за 10 кругов дистанции да она более свежей чем у двух впереди но все таки износ есть износ и грязный воздух также уравнивает наши шансы на какую-либо борьбу ну что ж уходим на старте что прямую у карасика твал то никак не загорают с вами не значит у них зарядки уж точно больше 10 процентов сказать даже больше 20 процентов у меня которые только лишь 20 процентов я надеюсь что я получил их как то до 25 но будем приходить в последнем кругу когда у нас начинается фаза так сказать атаки я пытаюсь как то догнать карасика у него все таки и раз заканчивается уже это с у него меньше 10 процентов но он отстает от твайл то и я понимаю то что уже борьбы между ними не будет лучшем случае я смогу это не зайдем карасику но не факт что я смогу как-то и выиграть потому что у меня меньше гереса чем у него ну плюс-минус одинаковый соц по и рису но и спецификация трасса такая то что здесь очень много среди скоростных поворотов из-за чего грязный воздух играет большую роль и плюс трасса местами узко где бы хотелось обогнать ну либо просто где-то давить но все таки терпедировать оппонент это такое себе в конце второго сектора я догоняю уже карасика очень близко к нему иду и было по мне чуть больше ереса может быть я смогу побороться на этой прямой но все таки он тоже прожимает ерес пытаясь я по внутренней траектории пойти но все таки это для этого надо будет чуть позже тормозить и терпедировать тем самым карасиком ну тем самым в общем я могу получить штрафы которые мне по итогу бы обосрали окончательно все позиции то есть может быть день там был бы четвертом после штрафа то что это гарантированную мужу штраф себя уторпедировал ну и пытался локей третья позиция стартовал с 14 позиции в принципе неплохо ставлю я начал сезон с дерьмовые квалификации но достаточно хорошей гонки в которые впервые проехал без единого даже предупреждения в общем да как то не нидерланды у меня не очень хорошо идут на этом все ребят своему вархаммер подписывайтесь на канал вступать в вконтакте чтобы не пропускать анонсы ближайших стримов подписывайтесь на канал обязательно и всем удачи пока пока